В итоге работы за прошлый год и новшество в сфере недвижимости. Такова была тема пресс-конференции, которая состоялась в среду в региональном управлении Росреестра. О том, что изменилось и каких успехов достигло ведомство, вы узнаете из нашего следующего материала выпуска. В минувшем году управлением Росреестра поставлены на кадастровый учет 145 многоквартирных жилых домов, в том числе многоэтажки в Тверском микрорайоне «Юность», предназначенные для переселения жителей Морозского городка. Как и в случае постановки на учет социально значимых объектов, детские сады и школы в Твери области, все действия проведены в максимально короткие сроки – 3-4 дня. Повышение оперативности работы – вообще одна из задач, которая из года в год ставится ведомству. Ипотеку мы регистрируем менее чем за 24 часа. Сегодня максимальный срок по закону, который у нас есть, это 9 рабочих дней. Реально мы проводим сейчас кадастровый учет и регистрацию прав на много более короткие сроки – 3-5 рабочих дней. Если это подано на бумаге в электронном виде, еще короче. В продолжении темы цифровых технологий Николай Фролов отметил, что к концу 2022 года почти 78% заявлений по ипотеке поступило именно в электронном виде. Причем большая их часть регистрировалась в срок не более чем за 24 часа. При этом в целом за минувший год в Тверской Росреестр поступило меньше чем до того заявлений о государственном кадастровом учете и регистрации прав. В 2022 году на 1,4% меньше были совершены учетно-регистрационные действия. По сравнению с 2021 года мы составили чуть более 282 тысяч заявлений. При этом надо отметить, что в электронном виде подано более 143 тысяч заявлений на 10% больше. Одной из приоритетных задач управления является снижение доли приостановлений и отказов. Их число удалось уменьшить с 4,5 тысяч в 2021 году до 3 с небольшим в 2022. Число отказов с 1700 до 1,5. Говоря о новшествах в сфере недвижимости, Николай Фролов отметил, что с 1 января полномочия по введению и предоставлению документов из архива находятся в компетенции филиала Роскадастер по Тверской области. Также в 2023 году продлен мораторий на проведение плановых проверок соблюдения земельного законодательства. Заметно снижен размер пошлины за регистрацию соглашения об изменении или расторжении договора аренды недвижимости, если он зарегистрирован в едином госреестре. Теперь плата за внесение изменений по договорам аренды для юридических лиц составляет 1 тысячу рублей, вместо 22 тысячи, для физических лиц 350 рублей. В заключении пресс-конференции Николай Фролов отметил, что 23-й год юбилейный для Росреестра. Ведомству исполнится 15 лет. Среди ближайших задач наполнение ЕГРН полными и точными сведениями об объектах недвижимости, границах населенных пунктов и субъектов территориальных зон. Это позволит эффективнее управлять земельными ресурсами, оперативнее оказывать услуги в интересах людей, бизнеса и органов власти. К другим темам.